Здравствуйте, друзья! Мы снова вместе. Разговор будет серьезный. Одна из главных проблем садоводствия. Но начну я с другого. Во-первых, сегодня 2 мая. Сегодня Пасха. Христос воскресе, друзья! Я в своем гостевой книге написал Христос воскресе, друзья! Поздравляю! Написал, что без веры мы пропадем. Мне было очень трудно сегодня. Позвонили. Можно приедем. Ехали далеко. При этом за 200. Из Аскирского района. Черенки готовы были приехать. Не взирая на огромное расстояние. Праздник. Я долго колебался. Потом сказал, приезжайте. Они уехали. Оставили 1200 рублей. Это свинки. Я быстрее-быстрее за руль. И развез по детям. Маленькие подарки. По 100-200 рублей. Как они радовались. Те дети, которым, мягко сказать, не повезло в жизни. И на душе стало легче. Вот. Вроде и грешил. Торговал. А вроде и ничего. Обойдется. Вот. Ну а теперь давайте по делу. Грунтовые воды. Решение проблемы обмакания корней. А это беда из бед. Сегодня мы не поближе познакомимся. Пусть это второй раз. Но прошли годы. Многое изменилось. Изменилась не в природе. Она осталась такая же. Но изменился человек. Сам человек. Вот. Вот это безумное. Посадил. И. Ничего. Посадил. И. Ничего. Став местным авторитетом. Экспертом. Я сотни коротких сюжетов снял. Телевидение. Саногорское про меня. Вот. Там были такие сюжеты. С одной. В конце майны. Красные сады. Майна была центром садоводства Сибири. И было несколько лет, когда она была центром садоводства России. Наука об этом так и не узнала. Потому что. Она считает, что мы там сидим. Занимаемся. Это самое. Своими делами. А там хоть трава не расти. Она и не росла. Вот. Садоводство переместило дачные сады. А другой конец. Поселка майна. Чем дальше, дальше, дальше. Сады хуже, хуже, хуже. Вот тебе и центр садоводства. Вот тебе и феномен, которым я рассказал. Весь мир знает. Кроме ученых только. Вот. Иначе бы они там сейчас бы оттуда не вылазили. Экспедиции бы организовали. Не вот те страшные экспедиции, как Вавилов или там Семенов Тиньшанский там. Или Арсений, рискуя жизнью. Нет. Сел купейный вагон. За 100 рублей. Ну, сейчас уже не 100 рублей. 200 такси. И вот ты с Абакана. Приезжаешь в Саиногорск. А тут домен еще 10 километров. Нет. Не надо. А проблема была. Казатиночьего ручья ничего не растет. Вот. Заглядываю колодец. Мать честная. Вода-то в метры. Ну, не в метры, но в привилечии. В двух. Вот тебе и абрикосы. Когда накопилось много наблюдений. Вот вам еще один фильм. Теперь я буду делать так. Мне трудно. Мне представили по 30-40 минут обычные разговоры. Помогите, помогите, помогите. Вот. А сейчас я в отчаянии. Уже нет той силы, чтобы с каждым разговаривать. А до 10 звонков в день. Умножьте на полчаса, на час. Вот. И все. Жизни нет. А сейчас... А у меня близкие Грунтовые годы. А ему бах. Статью эту. Сейчас же все решается на просторах интернета без проблем. Раньше длинные письма в ответ писал. Вот. Или у меня ничего не растет. А он и не знает, где у него это так бывает. Сперва посадят. Потом... Нет. Сперва купят участок. Посадят. А потом, когда начинается рытье колодца, то уже... Здрасте. Приехали. Итак, поехали эту тему решать. Я буду больше читать. Уже больше читать. Потому что, когда я говорю, многие говорят. Вы много говорите. А когда я пишу, много уже не напишешь. Тут надо быть более компактным. Поехали. Новый участок. А мы слепые котята. Начало работы. Копка колодца. По возможности до уровня грунтовых вод. Максимум для использования воды, для быта и полива. То есть, вначале узнаем для чего. Не так. Сможем ли посадить сад. Я взял... Это речайший случай из интернета. Очень удобная схема. Ну, прямо... Хоть бери школьникам ее это. Чтобы они хоть что-то... Очень много из моих этих фильмов и вебинаров годится для школьного будущего учебника. Я надеюсь, что когда-то будет школьный учебник. И вот он будет. А, вот сейчас только обратил внимание. А что здесь скилли динозавры делают? Ну, это для прикола. Я копал, копал. Посуду выкопал, видимо, от тысячелетней давности. Осколки керамической посуды. Когда копал эти самые... Фундамент под дом. Вот так. Ну, ладно. Не утрекай. Все, все. Итак, мы видим колодец. Номер 1. Вот он я показываю. Видно на схеме. Колодец убирал. Сейчас увеличим немножко. Вот так. Вот. И вот это и будет наше... Это самое... Как ее назвать? Здесь три уровня воды. Это все схематично. Какие-то отдельные линзы. Знаете, почему здесь нарисовано вот это? Тикарисиум. Это я называю... Не помню, как называется по-научному. Я называю линза. Здесь вода стоит, а рядом воды уже нет. Вот это... Или удача. Мы эти самые... Городские сумасшедшие. В скобках на заходцы и белокатерщики. Находим такие места. Видите, где удобно было бы выкопать колодец? Уже вода. Уже, да. Вот. Очень интересная схема. А вот это вот, получается, колодец доходит до... Будто 7. А что такое 7? Крутовый водоносный слой. Так? Вот. А потом, кто-то захочет, и он может и отсюда. Это умеючи. Пункт 2. Колодец на первый водоносный слой. Вот. То есть, начинаем различать, да. Где верховодка, где что. Но это вы сами потом... Если я начну все это подробно расшифровывать, не хватит времени. У меня 29 минут. Вот. Вот. Итак. Примечание. Глубже 2-3 метров должны копать только профи. Вот это. Потому что у меня знакомая семья. Отец и сын копали. И сын погиб, потому что его заварило в собственном колодце. Страшная трагедия. Поэтому, призывая вас копать колодец, я должен сразу оговориться. Замечательно. Схемы. Прямо аж... Хоть с хлебом ешь. Именно верховодка напоит дерево, если она не слишком близка к поверхности. Как-то схеме выше и ниже. Она может и загубить дерево. Еще раз внимание. Показываю этим самым. Мышкой. Или загубить может, или дать ему расцвести. Ладно, идем дальше. Вот здесь вот кто-то не знает, что он нормально все. И даже, видите, высокорослые деревья растут. Но, возможно, выше на холмах. Высокорослые деревья. А тут, ну, никакой опасности человек не чувствует. А жаль. Самое интересное, что, опять же, этого нигде не проходит. А результат. Посадка. А тут метра полтора. О, горе-горе. Будем искать выход. В ряде случаев мы с огорчением увидим такую картину. Ниже первая. Терпимая для деревьев. С небольшими корнями. Вот видите, вот опять же вода. Вот. А небольшие корни. Все, дальше не пошло. Это вот так вот. Под подземельем вы видите. Очень удачный снимок, да. Значит, что? Будем выбирать сорта с небольшими корнями. Идем дальше. Еще ниже вторая. Глинистая. Хуже. Вот здесь еще корни менее маленькие. Вот. Видите, что делается? Уже где вода, где глина. Вырастет тут что-то. Ну, упреждаю, потому что не знаю на какой минуте закончится съемка. Вот. Значит. Самосвал с хорошей землей. Сыпем сверху. Ямы не копаем. Вот это бессмысленно. Выкопаем яму, заполним ее. Черт узнать. Корни дойдут до воды и начнут вымокать. Еще ниже третья. Недопустимая. Торф. Самая губчатая почва и близкая вода. Вот это я приговорил такую почву. Посмотрите. Надо что-нибудь комментировать. Лучше бы не садить. Но с другой стороны смородина и многие кустарники прекрасно будут себя чувствовать. Если привезете эти самые, уже не один, а несколько самосвалов с водой. Сверху высыпьте, садите. Они еще будут подпитываться. То есть надо вот таким способом действовать. Но караул, дом или дача уже куплены. Включаем мозги и учимся у природы и железного. Ниже на фото выживание дикоросов. В самых гиблых местах с помощью самодельных холмов. Вот так они. Это холмы самодельные. Самосадики осадила. В природе деревья, которые не создали, в скобках, не успели создать собственный холм. Погибают. Вот. Видите что? Вот этого никто не видит и не понимает. Панацея в плодовом саду это искусственный холм. Способ посадки на холмы по методу железного. Фото ниже. Это мне фотографии прислали. Заставил людей, у которых близки грунтовой воды, хоть как-то поднять почву. Одновременно решается проблема исключения выпривания корневых шеек у абрикосов. Безобидные совершенно. Только убрал эту траву от скреб. Вот. Потому что хозяйка поливала, поливала. Даже ямы нет. Уже достаточно, чтобы погубить мой абрикос. У груш. Вот этого не знает наука. Я заставляю. Помните сколько раз этого? Раза два не меньше. Не проклинал. А недоброе слово вспоминал доктора наук. Который написал. Посадка яблони груш. Он про это понятия не имеет. Фото от последователя австралийца Хольцера. Такой Хольцер. Вот он кто-то взял. Ну кто-то прислал фотографию как отчет. А я Хольцеровец. А я взял, выкопал котлован. Вот. Он заполнился водой. Лишняя земля была вот сюда поднята. Получился южный склон. И даже цветение абрикосов. Видите? Вот он южный склон. Вот цветение абрикосов. То есть было ровное место, стало кривое. Вот. И рыбка. Это самое. И рыбку съесть. И абрикосик съесть. Все на месте. Вот. А это альтернатива. Вот это страшная вещь. Я взял из литературы. Ну из интернета. Это мне в помощь всякие фотографии. Представляете? Вот вы все учились понемногу. Здесь сразу скажу. Плюс на минус. Вот это смертельная ловушка. Даже для яблони не живут. Несколько раз менее долго, чем положено. И, к счастью, удивительное дело. Вот. Тот, кто садил, редчайший случай. А ведь это старый старинный рисунок. Что при посадке обрезали, отрезали лишние ветки. Лишнее в том плане, чтобы хватило оставшимся корням выкормить. Фото из архива Зелезова. Культурный абрикос. Королевский. На подвое в Маньчурском абрикосе. Сейчас ему исполнилось 32 года. А вы знаете, сколько ему исполнилось? Уже 37. Пять лет на моем сайте красуется эта статья. Думаете, много ее смотрели? Ага, сейчас. Вот. И вот получается, что уже тут надо писать 37. Но это ладно. Вот. Годы еще прошли. Еще миллионы деревьев уничтожены неправильной посадкой. А вот моя. Вот так должна начаться весна. Результат долголетия. Так. Позади и, увы, узаконена наукой смертельная практика. Посадка в так называемые ямки для полива. Ниже это самое, вот это культурный абрикос королевский. Он до сих пор жив. Вот. Смертельная практика. Посадка в ямки для полива. Ниже посажен на холм. В 86 году Маньчурский абрикос. Имя собственное и знаменитое. Патриарх. А фото ведь от 14 года. А он все плодоносит. Слава холмам. Это здесь плохо видно. Он такой себе холм выкопал. Знаете, что деревья сами себе холмы выкапывают. Но он пока ничего не знает. Как было вот это вот нормой. Так и до сих пор. Вот. К моему огромному сожалению. Следующий фактор. Размер корней у самых популярных плодовых растений. В принципе все виды из них по типу корней. Классификация железов делятся на А. Вот почему в школах темирязевки не проходят. А потом меня долбят, что я это не сучу. Темирязевцы. Первое. Стержневые у абрикоса яблоки слив персиков груш. Мы их исключаем из рассмотрения в прямом предназначении. Почему? Поглядите сами. На фото. Стержневый корень сенца абрикоса Маньчурский. То есть видите как. Вот для коронтовых близких. Вот не годится. Согласны? Ладно. На фото ниже. Стержневый корень ранетки. Видели? Тоже не годится. Мне будут за такие фотографии уже должны остаться первыми вручить. Каждая фотография это целая статья. Каждая фотография это целая глава. Стержневый корень груши уссурийская. Видите как хитро. Кстати приказано каждый раз его отрезать. У нас таких умников полстраны больше. На фото ниже. Стержневый корень персиков хасанский. Ведь не поленился я. Видите? Стержневый корень сливокитайская. Отдельная тема. Межвидовые прививки на растениях с компактными корнями. Рассмотрим в другой раз. Межвидовые. То есть приходится больше на меньше. Потому что у меньшего вида и корни меньше. Садим на него больше. Но там есть хитрости которые позволяют все таки непредельный возраст. Ну хотя бы урожаем несколько получить. А то что я называю распространенными. Но смертельными извращенными советами в конце статьи. Б. А вот теперь ближе к близким грунтовым водам. Корневые отводки яблонь и слив и вишн. Фото ниже. Отводки ягодные яблонь и сибирка. Вот это основа с моего сада и тысячи садов на моей основе. После моих лекций. После распространения моих материалов. Выкопанная в тайге сибирка. По методике Железова. За столом прививается. И спустя короткое сибирское лето развивает поверхностные корни. Центральный стержневый корень. Обычного сеянца в сибирке. Ронетки. Физиология. Отводка от корней природы не предусмотрена. На фото Сергея Железова в питомнике. Нет центрального корня. Вот он был выкопан в тайге. И спустя год он так оброс корней. Но центрального не было и нет и не будет. Фото из архива. Старая гвардия. Валерий Железов с саженцем привитым на сибирку. Вот она та самая. Вот пригодилось быть тем, у кого близко к грунтовой воде. Справка. При корневой отводке сибирок. Лучшее подвое для низкоростых колонн. Да. Вместо тех. Знаете палку втыкают. Обрастают корнями. Называют карликовый подвой. А этот карликовый подвой абсолютно не морозостойкий. Гниющий. Потому что в отдельных местах он сгнивает. И даже прямо начинает гнить еще в этих питомниках. А потом продают наверное смерть. Палка обросшая корнями. Это худший вариант. А средний вариант это корневые отводки железа. Вот эти вот. Это средний вариант. Конечно сравниться с сеянцевыми корнями невозможно. Но извините вода близко. Давайте искать компромисс. Вот он компромисс. Вот он компромисс. И привитая колонна на вот это вот. На вот это вот. Дало мне мировой рекорд по урожайности колонн. Скромный. В Сибири мировой рекорд. Вот. И для высокорослых жигулевских тоже. При выращивании по агротехнике железа. И после работы по биологической совместимости. После работы по биологической совместимости. Будьте добры. И мы получаем вот это. Ниже корневой отвод китайской сливы. Центральный корень физиологии не предусмотрен. Вот это для тех, ради чего я сделал эту статью. И поднял эту тему. Близко грунтовый ход. Вот это другое дело. Ниже корневой отвод к вишне степной. Центральный корень физиологии не предусмотрен. Зато урожай до 8 ведра предусмотрен. Красота. Я правда на ней похимичил. Внедрял черешья. Она стала крупнее. Так бы она еще мельче была. Ниже корневой отвод к вишне сибирской штамбовой. Но именно отводок не имеет центрального корня. Видели? Вот это тоже для близких грунтовых. Но уже немало согласитесь. Уже немало. Вот вишне сибирской штамбовой тоже дают отводки. Хотя они мощные. Но все таки у них корни если не сеянца. Не из косточки. То корни удаст достаточно метр два. Могут жить во многих местах. Относительно небольшой корни волочных вишен. Вот любуйтесь. Все равно сажу на вугре. А извращение. Четвертый пункт. Извращение или для чего козе баян. Сейчас узнаете. Негуманная обрезка центрального корневого абрикоса. Помогает, но ненадолго. Вот так. Все равно вырастет новый. Вот один из боковых корней. Извратится. Изогнется. И начнет расти вниз. Искать антифриз. Антифриз. Слово придумал я. Незамерзающий раствор. Чем глубже. Тем он незамерзающее. Ненадолго останавливает развитие центрального корня. Усеянца абрикоса. Так называемые дренажи. Но. Природу не обманешь. Вот так. Смотрите ниже. Попробовала. Это самое. Кто-то задержать. Дурацкое такое. Ниже увидите. Что такое дурацкое. Вот результат. Все равно обойдет и полезет вниз. Еще ниже. Фото так называемых. Карликовых или клоновых подвоев. На искусственных корнях. Самых мелких. Это последний писк моды в науке. Но. Проклинаемый мной. Нормальной почве. С неблизким грунтом и водой. Почерплю. Нормальной почве. И все же. Это последний шанс для тех. Кто не предусмотрел это. В данной теме. Но если бы халтурщики умели бы. Ну хотя бы умели выращивать качественные. Хвастать нечем. Вот они дебильные саженцы. Из посылок и магазина. Там. Там. Дарам. 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 Вот они. Это лучшие. Оу. Вот здесь обрез. Ниже нет ничего. Это палка. Она была опнута в землю. Обросла вот этими коленами. Вся Россия перешла на это. Слава науке. В кавычках. Как вам? Красавцы. Вы знаете. Обратите внимание на это. Ничего не видите. Палки. Да. Потом внедрили. В них. С помощью прививки. Глазком. Или прививки. Почкой. Внедрили. Культурные. Все правильно. Они уже гнить начали. Уже. Вот смотрите. Они уже гниют. Все. И вот это вот. Пришло посылки. Фу блин. Ой извиняюсь. Прости меня господи. Сегодня же это самое. Такой день. А я. Но это от души. Ниже одно из величайших заблуждений. Садоводстве. Дренажирование. Где-то тут было этот самый. Еще раз. Еще раз. Вот это самое. Сейчас. Сейчас. В общем. Дренажирование. Может быть это не совсем. Грамотное слово. Другого не могу подобрать. Дренажирование. Якобы полное отсекание корней. От грунтовых. Вот. На примере одного из самозваных учителей. Погубивших свой сад. Научив до этого тысячи наивных новичков. Итак. До грунтовой воды. 78 сантиметров. В реале он делает смертельную ловушку. Делая гниющий колодец. Забыл что дождь так капает сверху. Представляете. Он хотел чтобы здесь у него было посуше. Ниже. Вот прям под ногами у него уже вода. Представляете. Забывая что вода то снизу подступает. Вспомним вы еще эти ямки. Я вам это показывал. Срезы почвы. И сверху дождь падает. Да еще в этом прибалтийский район. И вот он отсекает. 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 И все в яму. Все в дом. Все в дом. Есть такое выражение. Все отсекает. Воду снизу отсекает. Металлолома. Металла получится гнище. А там. Тысяча раз больше чем дереву нужно. А этот человек говорит. А? В школе химии проходил. Если бы он на меня не накинулся. Да. С обвинениями. Если бы я не оскорблял. Я бы сейчас над ним не издевался. Но я издеваюсь по-доброму. Ну двоечник по химии. Это же констатирую факт. Железо то не просто корродирует. Почва то окисляется. Извините. Но пропускаю важнейшую тему. Нет. Смотрите. Вот он в яме стоит. Теперь получается. Ладно. Снизу подступает. Все равно. Да вот понимаете. Есть бока. Как бы это показать. Вот с боков. Вот. А на что? С боков сюда не попадет. Как бы ты не отсекал. Ты думаешь корни ниже не пойдут. И они будут это. Сухими. Не сухими. Но. Не будут вымокать. С боков туда не попадет. Но попадет уже как стакан с водой. Или кружка с водой. Сверху вода. Так. Прошел дождь. Теперь вода должна уйти. Она кругом уйдет. Понизится. Грунт. Бывает там. Грунт еще. Как ее называют. Вода эта. Грунтовая. Пониже станет. Так. А у тебя там в ловушке она останется. И взялся учить. Ставьте лайки. Извините. Но пропускаю одну важнейшую тему. Сопряженную. С тем. Близко. Грунтовый ход. Это так называемая. Гепатогенная зона. Она самостоятельна. Обширна. Таинственна. И что самое страшное. Признается наука. Как лженаука. Отсюда проблемы массовой гибели. Дерев в садах. И еще людей в авариях. На дорогах. И в собственных постелях. Вот. Ссылки у меня вот здесь. Подпись. Городской сумасшедшей железы. Про ссылки чуть ниже. Я набираю. Думаю. Что ж такое у нас за страна такая. Я знаю что такое биополе. Я умею мерить у людей. На дорогах. В поле. В саду. Вот. Вот. А ее кажется нет. А? Нету ее. Вообще нету. Это даже не физическое явление. Вот. Она псевдо. Его не существует. А душа у человека. А сегодня это Пасха. Миллионы людей сейчас это. Свои души очищают. В церквях. А их нету души эти. Чего она там делает то? А вот и они. Вот это вот. Очень сложно вам будет. Ой. Сейчас закончится наше. Наскрутится. Этот самый. Ладно. Что успею то успею. А вот свет в окошке. Для технически развитых садоводов. Ниже материал моего друга. Инженера и садовода. Маршалка. Из Москвы. Это где близко. Грунтовая вода. Вот он. Потом. Быстро листаем. Но вы в любом месте потом повторно включите. И внимательно просчете. И схему рассмотрите. Вот так вот. И наконец окно в Европу. Железов Сергей. Продолжил славу лучшего питомника в России. Зимующего на 40 градусов морозом. Счастье до подземной воды в 6-7 метров. Вот любуйтесь. На фото продолжатель семейной традиции. Не халтурить и не рисовать фрукты на сайте. Сергей Валерьевич Железов. Лучший питомник в России. Вот. Официальницы выбираются. Это в КСАЖ поедут. А так выбираются. Пробуются фрукты. А потом. Этого нет и не может быть никогда. Вот. Вот так мы встречаем осенних этих самых гостей. Татьяна Александровна Железова. Жена. Заработает в питомнике. После консультации с Железом можно найти выход. Заказываю саженцы не вслепую. Не вслепую. А для конкретной местности. Вот мои данные. Ну вот друзья. Если хотите научиться. Там вы вряд ли сможете открыть. Прямо в этой лекции. Можете открыть. Тогда мы берем с вами. И заходим ко мне на. Вот это вот мои вебинары. Набирайте. Тельцы слова. С disappeared. Находите сайт. Заходите сюда. Узнаете. Кожую неделю. Впереди 129 этой вебинар. И. Здесь же есть. Потом сами поищите. В наше время есть текло. Поищите как определять. Как научиться работать с рамками С гипотогенными зонами И спасать людей А нет, у меня сейчас целая минута Вот, она отключится и все Господи Это мои черенки Так и не продал Вот этот мне заказали 100 штук Деньги не прислали Молча Все это будет выброшено В общем Поищите сами Здесь есть Ссылки дважды Недавно повторял На то, что Если вы хотите Узнать, какое у вас биополе Если хотите увеличить это биополе Пусть хотя бы временно Можно поднять За зарплату, перед свиданием Перед посадкой саженцев Все, наше время истекло Благодарю за внимание До новых встреч, друзья Субтитры сделал DimaTorzok